Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 июля, день Афиногена, назван через страдание святого священномученика Афиногена и десяти учеников его. У святого Афиногена в уединенном месте был маленький монастырь, где он жил с десятью учениками своими в посте и молитвах. Мученики забрали его учеников, он в это время отсутствовал, и повели на мучение. Афиноген, узнав об этом, пошел следом. За отказ принести жертву языческим богам, стали жестоко пытать. Он стойко выдержал пытки, слышал с неба голос, начиная с этого дня становилось прохладнее, и днем, и ночью. День повернул к осени, и больше сильной жары не будет. В этот день крестьяне выходили на первый покос, отправлялись с целыми семьями, а после работы пели песни. Впереди обычно шел хозяин вместе со снопом, а уже за ним шли работники. Первый сжатый сноп крестьяне ставили в красный угол, где находятся иконы. Считалось, что зерно будет целебным и использовали для лечения болезней. Вообще, уважительное отношение к зерну обеспечит получение богатого урожая. Несколько нежатых колосев оставляли в поле. Они предназначались богу плодородия в качестве жертвы. Приметы. Густой туман к грибному году. Полевые мыши сегодня едят посевы к длинной и морозной зиме. Сегодня идет дождь к хорошему урожаю хлеба. Казьма Прудков говорил, зрив корень. Сегодняшнюю программу я посвящаю полезным корням. В меню у нас сегодня корень петрушки. Видите, какой он корень петрушки. Корень сельдерея еще больше. А также репа. А в гостях у нас Таня Ларич. Здравствуйте, Евгений Петрович. Просто Таня, она больше ягодка. Это я корешок. Ну вот я вам как ягодка скажу, что, конечно, сельдерей – это то, что встречается у меня в домашнем меню. Про репу я слышала. Но я думаю, любой человек, знающий сказки, имеющий хоть кого-нибудь из детства, да, кто читал ему эти сказки, конечно, помнит про эту репу, которую мы тянем-потянем, вытянуть не можем. А вот про корень петрушки я слышу впервые от вас. Хотя, в общем-то, наверное, это логично, что у петрушки есть корень. Но для меня это новость. Новость. Оказывается, мы действительно все привыкли к тому, что петрушка есть у нас листовая. Да. Но откуда она растет? А растет она с корня. Она как морковка получается. Да, это можно еще назвать, ее вообще называют белым корнем. И в отличие от морковки, вот она вот, просто она просто беленькая. А знаете, я еще обращала внимание, дайте я посмотрю, что у вас тут с петрушкой. Ага. Вот типичная зелень, да? То есть стебель и все, и он отрезан. А я иногда на рынке покупаю с таким маленьким корешочком. И когда вы мне сказали, что у нас в меню корень петрушки, я подумала, что это вот такой маленький корешочек, который я иногда вижу на рынках. Дело в том, что когда сажают петрушку семенами, она действительно начинает прорастать. Еще есть и семена петрушки, они, кстати, тоже очень полезны, что важно понимать. То этот маленький корешок, укореняясь, вырастает вот таким вот здоровым корнем. Слушайте, а очень пахучий он. Пахучий, да, действительно он пахучий. А давайте чуть-чуть отрежем и услышим, какие там у нас эфирные масла. Яркие они, потому что у сельдерея, конечно, очень яркие. Кстати, вкус его сладковатый, много различных эфирных масел, за счет чего он оказывает свое специфическое действие. У сельдерея тоже целые. Они похожи. Они похожи. Но этот как-то... Они похожи, действительно. Потоньше, что ли. Вот этот сельдерей, он как будто бы поэлегантнее. А у петрушки аромат похож на сельдерея, но более такой брутальный, более мужской. Но они и внешне, в общем-то... Более мужской. Поэтому в большом количестве ее использовать ни в коем случае не надо. Особенно беременным женщинам возможен выкидыш, срыв. Поэтому петрушечку едят в меру. Добавляют там супы. Хорошо использовать ее так же, как приправу к различным блюдам. Особенно к местам она туда смягчает. Их делает более вкусными. И важное свойство заключается в том, что как в петрушке, в зелени. Кстати, вот в зелени она зеленая. Значит, здесь больше хлорофила. Из хлорофила у нас вырабатывается, кровь формируется. А здесь, естественно, хлорофила у нас мало. Зато много солей. Калия, кальция, магния, фосфор, железо, каротина, витамины С, П и прочее. Даже есть витамин В1, В2. Так вот, важно отметить следующее, что в основном много солей калия. Калий что делает у нас? Я вам сейчас отвечу. Биологический активный калий. Калий, по-моему, влияет на работу сердца. Калий влияет и на работу сердца, и влияет на работу почек. И он активно гонит из организма в воду. 27 лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты. Что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность. В питании, физическая нагрузка, да во всём. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны. И во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!